Андрей Фокин нам расскажет, вы будете еще и про стимуфлированную раму в скорости не говорить? Нет. Ну ладно, давайте. Я расскажу про двухцветный лазер, но там он по-другому реализован. Я представлю краткий обзор современных рентгеновских лазерах на свободных электронах. Мой обзор будет основан на целом ряде статей, первая из которых в 2010 году является общим на то время обзором, а остальные посвящены работе рекордного на данный момент лазера LCLS в Стэнфорде, США. Это рекордный на данный момент рентгеновский лазер с длиной волны порядка одного ангстрема. Ну, лазер на свободных электронах – это один из самых современных и наиболее удобных источников рентгеновского излучения. Само излучение там получается за счет пропускания релятивистского электронного пучка через систему переменных магнитных полей, так называемый андуляк. Главной особенностью лазера на свободных электронах является то, что длина волны излучения описывается формулой лямбда у делить на гамма квадрат, где лямбда у – это период андулятора, а гамма – это лоренс-фактор. Для современных лазеров на свободных электронах гамма-фактор бывает порядка или даже больше сотни. Вот характерные параметры современных лазеров – это энергия электронов от 1 до 14 гигаэлектрон-вольт и длины волн от 1 ангстрема до 5 нанометров. При этом современные лазеры позволяют получать длительность импульсов до 10 фемтосекунд, что открывает новые возможности в исследовании вещества. Ну, единственный минус этих лазеров на свободных электронах в том, что так как используются линейные ускорители, соответственно, размеры этих установок составляют около километра. Например, в этом рекордном лазере только сам андулятор составляет 132 метра. При этом используется километровый ускоритель. Я кратко напомню уравнение лазер на свободных электронах. Соответственно, все современные лазеры работают в режиме самоусиленного спонтанного излучения, так как на данный момент нет подходящих источников затравочного импульса. Соответственно, из-за взаимодействия с шумами электроны начинают группироваться в определенной фазе кондроматорного потенциала, из-за этой группировки фаза потенциала сдвигается и фактически замыкаются петли обратной связи. То есть электроны оказывают в тормозящей фазе и передают свою энергию в волне, из-за чего группируются еще больше и, соответственно, еще больше начинают отдавать свою энергию. Это чисто классическое объяснение квантовой динамики этого лазера. На самом деле его можно и квантовую теорию строить, если мы хотим... Ну, первоначально была в конце 40-х, в начале 50-х годов описана квантовая теория, насколько я помню, а в 71-м году была описана с классической точки зрения, и в 76-м это как раз первый лазер на свободных электронах, который что-то излучил. На этой картинке представлены современные на данный момент лазеры, действующие, это, соответственно, отмеченные синим, это года вводов в эксплуатацию, а также проекты современных лазеров. Но, конечно, это относится к лазерам жесткого рентгенского излучения. И, соответственно, в данной таблице приведены некоторые основные параметры. То есть, ну, как я уже и говорил, энергоэлектронных пучков от 1 до 17,5 гигаэлектронов вольт, и длины волн вплоть до 1 ангстрия. А вот в Новосибирске вроде тоже есть лазеры. В Новосибирске есть лазеры, но на данный момент они не получают рентген, они сосредоточились на терагерцах. Линак Когерен Лайт Сорс – это самый первый лазер на свободных электронах источник жесткого рентгенского излучения. Он был полностью запущен в октябре 2009 года в Стэнфорде, в США. Соответственно, в нем используется последний километр весьма известного стэнфордского ускорителя. На данном слайде представлена схема этой установки. В этой установке было применено огромное количество различных технических изощрений для получения как можно более высокого качества пучка, потому что зависимость выходного излучения от качества электронного пучка, она очень большая. То есть это, соответственно, и пиковый ток, и так называемый эмитанс, стремились сделать как можно более однонаправленный, как можно более короткий электронный пучок. Соответственно, на данном лазере уже в 2009 году, это данные 2009 года, было получено жесткое рентгеновское излучение. И в дальнейшем я сейчас представлю результаты некоторых экспериментов, которые были реализованы на этом некрайном лазере. Соответственно, первый из экспериментов – это исследование нанокристаллов протеина. Из-за крайней малой длительности импульсов, вот 10 вентасекунд, удалось исследовать нанокристаллы протеина, получить дефекционную картину до того, как этот кристалл разрушится. То есть им получается получить дефекционную картину до того, как этот нанокристалл будет превращен в плазму. Этим же самым импульсом. Да, этим же самым импульсом успевают заснять до того, как разрушится. Соответственно, здесь приведена как схема самого эксперимента, так и дефекционная картина. Во вставке – это восстановленная форма нанокристалла. И самое интересное, третья картинка – это восстановленная по данным измерений картина электронной плотности. Для протеина – это протеиноклеточная мембрана. То есть это уникальный результат, то, что получилось увидеть прям уже молекулы отдельные. А размер молекул там будет показано 0,7 микрон? Точно так же размеры кристаллов порядка микрон тоже. То есть это нанокристаллы, они подготавливали определенные кристаллики, которые затем в струи жидкости впрыскивались в фокус лазера. Там практически не так много молекул в одном пуле. Там не так много молекул. Там что-то порядка одной или двух молекул на кристалле. Соответственно, на данном слайде представлен другой эксперимент, произведенный, насколько я понимаю, одновременно с предыдущим. Был исследован вирус. Мимивирус — это самый крупный из известных на данный момент вирусов. И точно так же уникальные характеристики этого лазера, такие как длина волны, конкстремы и очень короткие деятельности, позволили получить изображение этого вируса. Соответственно, верхний ряд картинок — это дифференционная картина в дальней зоне, а нижняя — это автокоррекционные функции, которые, в общем-то, соотносятся с размерами и плотностью самого образца. То есть как раз можно увидеть характерную форму, например, этого вируса и так далее. Ну и вот последнее, о котором говорилось. Сейчас рассматриваются возможности применения метода PAMP-проб уже в рентгеновском диапазоне, для чего на этом лазере была реализована схема получения двухцветного рентгеновского излучения. То есть они проверяли прямо-таки две изображённых схемы, которые позволяли получать рентгеновские импульсы рентгена с разницей в энергии порядка 2% и регулируемой задержки между импульсами в диапазоне от 0 до 40 фемтосекунд, что позволит исследовать, в общем-то, быстрые процессы внутри молекул или процессы, происходящие с электронами во время химических реакций. То есть это уже статья 2013 года, то есть это последнее их достижение. А какие интенсивности действуют, например, сколько там патонов, какой-нибудь такой энергетический эффект? Энергии импульсов от мили. Мили или микро? Мили. К клеточным процессам другой вопрос есть. Если, например, при диагностике протеина мы разрушали образец, то как мы посмотрим его динамику, если уже первый импульс может его уничтожить? Для самых, например, коротких длин волн, соответственно, это порядка науэнгстрема, они работали в деле специальный более низкоэнергетический режим, соответственно, например, там электронный пучок, если обычно это нам-кулоны в импульсе, то они уменьшили его еще, по-моему, на порядок. То есть там идут меньше энергии, которая позволяет эту же исследованию. Андрей, я сейчас расскажу про фокусировку, что-нибудь скажите. Про фокусировку, к сожалению, в этих статьях нет. Вот, соответственно, в первой статье очень много технических подробностей самой установки, то есть в основном они связаны с электронным пучком, то есть с ускорительной частью. То есть формирование очень узконаправленного, очень короткого пучка. А в дальнейшем, основная статья, это, конечно, 2010 год, которую я рассматривал, и на тот момент у них еще не были введены многие экспериментальные установки, особенно для жесткоррентгеновских излучений. Ну, мне Сергей Тарас сказал, что пару дней назад буквально он видел, что как раз какое-то сообщение по то, что предельно плотная фокусировка получена. Я подробно про это не могу сказать. Использовались линзы Френелевские, материал точно не помню, но вроде как утверждается, что два дня назад действительно было сделано самое до сих пор маленькое пятно рентгеновского излучения из всех, которые когда-либо получали. То есть, скорее всего, сообщение к материалу из нее. Ну и, наверное, это как раз удастся этой установки. Ну, я, к сожалению, не знаю. В следующем разу узнаем.